В век технического прогресса мы привыкли к тому, что в различных отраслях народного хозяйства появляются новые станки, механизмы, машины и оборудование, облегчающие труд людей, механизирующие различные по характеру технологические процессы. Достоинства этих машин подтверждены на практике. Они нашли широкое применение в нашем народном хозяйстве. Другие готовятся к внедрению в производство. В нашем фильме мы расскажем об оборудовании, станках и машинах, оснащенных гидравлическим приводом. Едва ли не самое большое распространение гидропривод получил в современном машиностроении, на станках, автоматических линиях и в транспортных устройствах. Использование гидропривода значительно увеличивает мощность машин. Широкое применение гидропривода в современных машинах, станках и оборудовании обусловлено возможностью осуществления практически любого вида подачи, закона движения и обработки изделий. Станки и механизмы, оснащенные гидроприводом, могут быть легко приспособлены для работы в автоматическом режиме по заданной программе. Они просты и удобны в управлении. Гидропривод представляет собой систему устройств для передачи механической энергии с помощью жидкости. Он включает в себя насосы, гидромоторы или гидроцилиндры и управляющие устройства. Передача энергии происходит следующим образом. Механическая энергия, поступающая с приводного двигателя на насос, преобразуется в энергию жидкости. Энергия жидкости передается от насоса к гидродвигателю и вновь переходит в механическую энергию. Теперь рассмотрим нашу схему более детально. Насос используется для преобразования механической энергии приводного двигателя в энергию потока рабочей жидкости. Общим принципом действия любой гидромашины объемного действия является циклическое изменение объемов рабочих камер. При повороте ротора насоса объем каждой рабочей камеры увеличивается и она заполняется рабочей жидкостью из всасывающей гидролинии. Затем камера отсоединяется от всасывающей гидролинии и жидкость выталкивается в напорную. В гидродвигателях жидкость воздействует на их рабочие органы, приводя в движение выходное звено. Для вращения выходного звена используются гидромоторы различных типов. Пластинчатые, радиально-поршневые и аксиально-поршневые. Скорость вращения гидромотора регулируется с помощью устройств, изменяющих рабочий объем двигателя или насоса. Такое управление называется объемным. Одним из основных элементов, обеспечивающих работу гидропривода, является гидроцилиндр, используемый для преобразования энергии жидкости в возвратно-поступательное движение штока. Для воздействия на потоки жидкости в гидролинии встраивается управляющая гидроаппаратура, распределители, различные клапаны, гидродроссели. Предохранительные клапаны используются для ограничения давления. Реверсирование, включение и выключение гидродвигателей осуществляются с помощью распределителей. Главный рабочий орган гидрораспределителя — золотник с выточками, помещенный в цилиндрическое отверстие корпуса с кольцевыми канавками. Канавки через отверстия сообщаются с линиями гидросистемы. Своеобразным гидравлическим сопротивлением служат гидродроссели. Принцип действия гидродроссели основан на изменении величины их сопротивления за счет увеличения или уменьшения площади дросселирующего отверстия. Одно из преимуществ использования гидропривода — это возможность плавного, беступенчатого изменения скорости выходного звена, которое достигается с помощью дроссельного управления. При дроссельном управлении используются насосы и гидродвигатели с постоянным рабочим объемом. Для управления скоростью гидродвигателя используются гидродроссели, которые могут быть установлены в сливной или напорной гидролиниях, либо параллельно насосу. Достоинствами дроссельного управления являются широкий диапазон изменения скоростей, простота и быстродействия. Затраты энергии у гидропривода с объемным управлением меньше, но при этом регулируемые насосы дороже и более сложны в эксплуатации. За счет срабатывания распределителей в гидросистеме происходит разгон, торможение и реверс гидромотора. При этом могут возникать удары, отскоки и колебания выходных звеньев, нарушающие работу машин. Возрастание давления — следствие инерции движущихся частей машины, когда выход жидкости затруднен из-за резкого уменьшения окна в сливной гидролинии. Возникающие из-за увеличения ускорения вышепредельного, так называемое явление удара и отскока, иллюстрируют эти кадры. Продолжая движение по инерции, поршень освобождает больший объем, чем занимает поступающая из напорной гидролинии жидкость. Давление падает, в результате чего может возникнуть вакуум. При этом возможны самопроизвольная остановка гидродвигателя и явление, именуемое прыжок. Для предотвращения подобных недостатков используются специальные гидроустройства — гидродемпферы, гидрозамедлители, гидрораспределители. Подвижные элементы этих устройств имеют специально спроектированные профильные участки. В распределителях с гидроуправлением в процессе настройки можно увеличить время реверса, что позволяет проводить его с большей плавностью. Соблюдение оптимальных режимов разгона, торможения и реверса повышает производительность, надежность и долговечность технологического оборудования. Возможности гидрофицированного оборудования не всегда используются в полной мере. Это происходит в частности из-за небрежности обслуживающего персонала, допускающего использование нефильтрованных масел и попадания в гидросистему посторонних примесей. Отказы и сбои в работе гидрофицированного оборудования, возникающие также при нарушении правил эксплуатации гидравлических систем, вызывают порой недоверие к гидравлике и надежности самого гидропривода. В данном случае отказ объясняется тем, что в результате неправильного ухода за оборудованием и недостаточной профилактики произошла общая загрязненность гидросистемы. Современные гидроприводы, имеющие весьма гибкую и сложную схему, при тщательном соблюдении основных правил расчета и рекомендаций по их эксплуатации, способны обеспечить длительную и безотказную работу самого совершенного оборудования. Субтитры создавал DimaTorzok